Всех приветствую на канале NonamEasy. Меня зовут Дмитрий и это очередное занятие по теплице из металлоконструкции. Итак, мы подошли к самому, можно сказать, интересному в нашем конструкторском деле, а именно расчету. Но сперва я хочу немного изменить нижний брус из трубы 120 на 80 и хочу его сделать, сейчас покажу каким. Вот здесь нам нужно сделать соединение для того, чтобы в этой точке в середине у нас была еще одна свая. Мы смогли ее в расчете задать. Давайте, если не очень понятно, сейчас я все объясню. Удаляем вот этот брус. Я надеюсь, у нас больше ничего не удалится, кроме прямоугольной трубы. Дальше делаем отображение 3D эскиза и заходим в редактировать. После чего мы с вами откладываем здесь, разъединяем, отсекаем, да, отсекаем. После этого соединяем. Тем самым мы создали посередине нашей прямой точку, которая будет точкой опирания на сваю. 3570. Все, выходим из эскиза и отрисовываем нашу трубу, которая была профильная 120 на 80. Отлично. Так, где наша профильная труба прямоугольная? 120 на 80 на 4. Видите, до половины она отрисовывается и тем самым делает то, что нам нужно. У нас будет 6 свай предварительно. Посмотрим. Попробуем рассчитать на 4. Посмотрим, как себя будет вести. Но сначала мне кажется, что здесь будет 6 свай. Так, дальше мы... Сейчас мы еще опустим нашу трубу. На 60, чтобы колонны опирались на стенку. Так. Минус 60 ставим. Отлично. Все, все готово. Закрываем все эскизы. И начинаем первым делом. Что мы с вами делаем? Мы выбираем сталь, из которой будут изготавливаться наши конструкции. Вот. У нас здесь фактически забита простая углеродная сталь. В большинстве случаев это так оно и будет. Но, если у вас какая-то другая сталь и вы знаете о ней, то всегда можно поменять, нажав правой кнопкой мыши по стали. Это я не нажал. Это у меня зависнул комп. Сейчас он отойдет. Редактировать материал. И вы переходите в библиотеку материалов Solid Quarks. Где вы практически всегда найдете то, что вам нужно. Тот материал, который у вас есть. Если не нашли, есть библиотека. Кого заинтересует, я вам ее подгружу. И научу вставлять в стандартную библиотеку материалов. Именно библиотека, которая с российскими ГОСТами и российскими стандартами. После того, как мы выбираем, мы нажимаем применить и закрываем. Все у нас простая углеродистая сталь S235, если по строительным нормам сейчас у нас. Что мы дальше делаем? Заходим в добавление Solid Quarks, выбираем Solid Quarks Simulation. Это основной расчетный комплекс программы Solid Quarks. Сейчас она подгрузится у нас. Вот Simulation подгрузилась. Дальше нажимаем «Новое исследование» и нажимаем «Статический расчет». Использовать 2D-лопрощение мы не нажимаем, нам это не нужно. У нас компы мощные, поэтому мы спокойно нажимаем «Статический расчет». Нажали и ждем, пока наш мощный компьютер загрузит всю информацию. Предварительно он выполняет расчет соединений, то есть определяет шарнирные узлы. Если бы у вас была на модели сварка, то он также определял бы места контактов сварочных конструкций. Сварных конструкций. Все, узлы он определил. И теперь наша задача, узлы, которые мы считаем как зафиксированные, обозначить. А это напоминает 6 узлов. Раз, два, три, два посередине и два. Здесь, в этом месте у нас будет опирание нашей теплицы на сваи. Итак, переходим сюда, в крепление. Правой кнопкой мыши мы нажимаем «Зафиксированная геометрия». И выбираем. «Зафиксированная геометрия» это у нас неподвижная опора. В этой точке у нас конструкция не изменяется и ни в какую сторону не движется. Она заварена намертво. Нажимаем «Ок». После этого нам остается единственное это задать нагрузки и ждать результатов. Какие нагрузки у нас будут на теплицу? Изначально мы договорились, что снега мы здесь с вами не допустим. А допустим всего лишь, ну давайте, сходить из расчета 20 сантиметров. Так как я вот на примере своем живу в Питере, у меня получается 180 килограмм на метр квадратный. 20 сантиметров это 1 пятая. Получается 180. Мы разделим на 5. 36 килограмм я должен приложить на свою теплицу снеговой нагрузки. Есть у нас еще ветровая нагрузка. Ветровая нагрузка также выбирается для Питера. Это второй ветровой район и она равняется нормативно 30 килограмм. Умножаем на коэффициент местности. По-моему, у нас 0,5, потому что у нас невысокое строение. И умножаем на 1,4. Вот где-то наша будет ветровая нагрузка на метр квадратный. Если вы живете в других регионах, что вам нужно сделать? Вам нужно зайти в браузер, набрать SP нагрузки и воздействия, нажать по ссылке и вот у вас такой SP будет. SP 20.133.30.2016, нагрузки и воздействия. После этого вы переходите в снеговую нагрузку. Сейчас мы найдем снеговую нагрузку. Определяете свой район. Определяете вы район. Вот видите, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Дальше в этом SP в конце есть контурные карты. По ним вы определите свой район и местоположение. У нас сейчас обновилось, но по-моему это SP еще не действует. Поэтому мы берем 1,8, 180 килограмм расчетная нагрузка снеговая. Третий регион в Питере. А дальше мы выбираем ветровую нагрузку. Ветровая нагрузка немного ниже. Видите, основная ветровая нагрузка. И также по таблице мы выбираем. И также в конце SP есть контурная карта, где вы определите свой ветровой район. У нас второй, 30-й. 30 килограмм на метр квадратный. И вот коэффициент для типов местности. У нас меньше 5 метров. Местность B 0,5. Все как я сделал. 30 умножаем на 0,5, получаем 15. И умножаем на 1,4. Это коэффициент надежности 1,4. В общем, не парьтесь. Для теплицы вы так и берите в районе. Сколько у нас получилось? С наветренной стороны будет 21 килограмм на метр квадратный. С подветренной стороны мы умножаем 21, умножаем на 0,8. 17 килограмм на метр квадратный. Все, давайте с теорией мы закончили. Если будет интересно, надо будет разобраться. Но для теплицы этого достаточно. Итак, что мы теперь делаем? Делаем мы следующее. Нажимаем мы кнопку «Анализировать» и замеряем у нас расстояние между стойками. Между стойками у нас 1070. Получается, что на метр по вертикали колонны у нас будет действовать площадь, нагрузка ветровая. Договоримся, что вот эта левая сторона у нас наветренная сторона, а вот эта правая подветренная. Итак, мы с вами договорились, что с наветренной стороны у нас на площадь метр семьдесят на каждый погонный метр будет действовать следующая ветровая нагрузка. 21 умножаем на 1,07. Метр семьдесят. 22,5 килограмма. Все. Давайте прикладывать. И начинаем. Внешние нагрузки. Нажали правой кнопкой и «Сила». Добавляем на конструкцию. Выбираем все промежуточные колонны. Выбираем плоскость. Плоскость будет перпендикулярна плоскости приложения нагрузки. Так, вот здесь плоскость обозначена. С ними всегда можно запутаться. Так, на единицу длины. То есть на каждый погонный метр колонны. То, что нам нужно. И вот задаем перпендикулярность. У нас получилось 22,5 килограмма. 22,5. А нагрузки нам надо задавать в ньютонах. Умножаем на 9,8. 22,5. Задаем. Вот здесь заклепку поставили. Задали. Теперь на эти колонны. На крайне. У нас действует нагрузка половинчатая от той, которая у нас есть. А именно 225, потому что у нас половина грузовой площади. У нас делим на 2. 110. 110 ньютонов. Также задаем справа. И единственное здесь меняем на 110 ньютонов на метр нагрузку. Задали. Теперь с подветренной стороны. Помним, да, что у нас 21. Умножаем на коэффициент 0,8. Подветренная сторона. Получается 17 килограмм. 17 килограмм у нас будет действовать на грузовую площадь. 1,070. Умножаем на 1,070. 18 килограмм. Умножаем на 9,8, чтобы перевести в ньютоны. Итак, 178 ньютонов. Указываем наши колонны. Указываем плоскость. У меня эта плоскость справа. У вас может быть другая. Видите, если я вот здесь нажму реверс, то у нас будет в противоположную сторону. Что нам сейчас не нужно? Нам нужно именно сюда. Подветренная сторона. То есть от здания ветер действует. Вытягивает его. И, как мы договорились, пишем 178 ньютонов. Нажали галочку. Еще одна нагрузка. Это будет на крайне колонны. Также мы задаем справа. Единственное, задаем нагрузку 178. Делим на 2. 89. И нажимаем галочку. Ветровую нагрузку мы задали. Что мы еще с вами не задали? Да? Они задали мы следующие. Мне кажется, мы 4 точки, что ли, крепления задали. Давайте еще уточним. Да, у нас еще промежуточный есть. Вот, посередине. У нас же 6 свай. Задали. Теперь мы еще задаем силу тяжести. Она будет направлена вниз. Видите, вниз красная стрелочка направлена. Это будет вес конструкции. Автоматом он сдается, солит, высчитывает. И нам остается с вами задать снеговую нагрузку. Измеряем расстояние между нашими прогонами. 1000 миллиметров. Ровно 1 метр. И мы договорились, что нагрузка, которая будет действовать на нашу кровлю, будет равна 180 умножить. То есть равна будет 20 сантиметрам. После этого мы с вами договорились, что будем убирать. Получается 180 умножаем на 0,2. 36 килограммов. Это 1,5 нашего снега. И задаем нагрузку на швеллера. На прогоны. Это у нас не швеллер, это у нас прогон. Давайте также правой кнопкой внешней силы Кликаем на балку. Если вы хотите к узлам задать нагрузки, то на узлы, соответственно. Кликаем на балку и выбираем вот эти прогоны. Посередине. Потому что на них будет полногрузовая площадь действовать. А на вот эти прогоны. О, на этот прогон на коньковый тоже полная. Их здесь один. Поэтому. И на этот. После этого мы с вами выбираем плоскость. Плоскость сейчас перпендикулярная нашей нагрузке будет сверху. Выбираем на единицу длины. Чтобы на каждый погонный метр балки приходилась нагрузка, которая нам нужна. Выбираем перпендикулярность. Видите, вверх направлены стрелочки. Поэтому нам нужно нажать реверс. И 36 килограмм мы умножаем на 9,8. 353 ньютона. Нажимаем ОК. И нам осталось задать нагрузку у крайних прогонов. Она будет равна половине полной грузовой площади. Так. Отлично. 353. 353 делим на 2. 177 ньютонов. Плоскость выбрали сверху. Сейчас уже все правильно стоит. И нажимаем ОК. Все. Нагрузки у нас все заданы. Что сейчас мы с вами делаем? Нам теперь необходимо построить сетку. Сетка нужна солиду, чтобы он произвел счет. Все основные программы, сейчас расчетные, создают сначала сетку для простоты и точности расчета. Чем точнее сетка, тем точнее ваши результаты будут в расчетной программе. На этом сегодня, мои дорогие, все. Всем, кому было интересно, обязательно подписывайтесь. А на следующем занятии мы уже с вами создадим сетку, получим результаты и попробуем поэкспериментировать. Может, мы что-то добавим, что-то уберем. Вот. Будем с вами, в общем, оптимизировать нашу теплицу, для того, чтобы она была легкой, удобной и практичной. Так что, спасибо за внимание. Всем удачи. Пока.